День петербургских кошек и котов Сегодня Еременко познакомилась с ее президентом и узнала, почему котенку Фунтику так сложно получить городскую прописку. Тишина Медьковна Матроскина – главная фигура этого праздника. Благодаря ее появлению здесь на карнизе дома 36 по улице Марата у галереи Медьков и учредили день кота и кошки. Считается, что вдохновляет и охраняет художников по лучи сторожевой собаки. Медьки уверены, только с такой охраной их галерея под надежной защитой. В 2005-м с улицы Правды их шумом выселили. Обустройство нового места начали с оберегов. Один кот, второй. Похож на котелка, правда Матроскин сказал? Так набралась целая армия. Я считаю, что охраняет. Потому что во всяком случае все знают, что здесь Медьки. Даже на карте, такая шуточная карта есть в Петербурге, там этот памятник обозначен. Заглядываются на Матроскину, фотографируют. Это такой местная достопримечательность. Так же, как там Чижик, Пыжик. Свою любовь к муркам решили сделать официально и учредили праздник. 8 июня предложили поздравлять петербургских кошек и котов и отпускать с работы пораньше всех кошечкиных, котовых и котофеевых. Любовь, чтобы всех была на свете. Будет. От кота Елисея, что выседает на корензе дома на Малой Садовой, ждут ни больше, ни меньше исполнения всех желаний. Этот монумент стал одним из самых богатых в истории. 15-й год он не двигается с места и зарабатывает как минимум 1000 рублей в день. Трудится за двоих. Кошку Василису на противоположной стороне замечают только самые внимательные. А деньги, как это часто бывает, уходят к самым предприимчивым. Ставят лестницу, забирается человек один и тот же. И сметают все эти деньги. Потом он спускается, лестницу складывают и уходит во двор. Историк Сергей Лебедев, бывший владелец этой бронзовой парочки и идеолог самого праздника, тоже решает бросить монетку. До этого к коту Елисею с просьбами не обращался. Вот уже два года он пытается установить еще одну скульптуру руки молодого автора Семена Платонова. Вот видите, какая маленькая прелесть. Это котенок Фунтик. Но 12 сантиметров в холке не освобождают едва заметного Фунтика от бумажной волокиты. Говорят, вы знаете, это монумент, это памятник, и надо собрать специальный градостроительный совет и решить этот вопрос. Ни кот Елисея, ни кошка Василиса, ни тишина Матроскина около Мечковской ставки без всякого градостроительного совета были поставлены, и они душу греют. По одной из версий, это памятники ярославским кошкам. Их вагонами везли в блокадный Ленинград, чтобы спасти город от прожорливых крыс. Но куда раньше Петр Первый официально узаконил амбарных котов, а Елизавета превратила домашних питомцев в незаменимых сотрудников Эрмитажа. Они и сегодня охраняют мировые шедевры от грызунов, а потом, как велит Трудовой кодекс, уходят на заслуженный отдых. Красивая Дора. Дора очень красивая. Дора Маар – эрмитажная кошка с именем Муза Пикассо. В музее-приюте Республика Кошек одна из любимец. Здесь посетители получают специальный паспорт на кошачий лад. Ну, если поделить на 7, у вас получается 4,5 годика. И учат новый язык. Словом, подчиняются всем местным законам. Попасть в Республику Кошек и не зайти к президенту – это как-то неуважительно. Вот он, как и полагается, сидит на троне. Мы, конечно же, пришли с подарком. Надеюсь, его величество еще не обедали. Угощайтесь, пожалуйста. Месье Вален де Ламо, тоже бывший обитатель эрмитажных подвалов, недавно отметил свое 15-летие. По человеческим меркам ему больше 100 лет. В подчинении усатого президента 20 собратьев. Среди них и шустрый Гоген, который будто сошел с картин самого художника, и ростный котенок породы Мейн-Кун по кличке Хемингуэй. Американский писатель больше всего любил этих кошек, похожих на енотов. Почему мы его назвали Хемингуэй? Если знаете, у писателя в свое время было 56 кошек. Практически все кошки были полидактами. Что это значит? Прибылые пальчики. И если вы обратите внимание, то у нас намного больше пальчиков, чем у обычной кошки. Некоторые постояльцы далеки от литературы и искусства и попадают сюда, как рыжая скромница с экзотическим именем Манакинека, после неудачного опыта домашней жизни. Она впервые отметила День петербургского кота и кошки вкусным обедом и обязательно в окружении любящих людей. Кошки хоть и гуляют сами по себе, но мурлыкают-то они только в хорошей компании. Ксения Юременко, Андрей Ветров, Александр Семенов. Новости телеканал Санкт-Петербург.